ТВ-2, Норвегия, Вильбе беспокоит доминирование Хаук, Мацвидерванг, ТВ-2 Норге, Норвегия. 14 ноября 2019 года. Через 10 дней, в пятницу, в Битас Тюлене откроется норвежский лыжный сезон. А на следующей неделе в финской Рыке стартует и Кубок Мира. Сезон без чемпионата и Олимпиады Кубок Мир важен как никогда. В мужских лыжах конкуренция превосходная. С Юханнисом Хео с флотом Клэба, Яаннисос флот Клэба, поборются россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов. Этой тройке бросит вызов целая плеяда других норвежских лыжников. На самом деле это звоночек у женщин главный фаворит, Терезая Хаук, Тересияук. Но, как заявила глава Российской лыжной федерации Елена Вильбе в интервью РИА Новости, один из крупнейших каналов страны соревнования женского Кубка Мира показывать не будет. Недавно общалась с представителем Первого канала. Они хотят показывать некоторые этапы Кубка Мира, но только мужские. На самом деле это звоночек, сообщила Вильбе. Она намекнула, что одна из причин – это превосходство Яхаук. И если постоянно выигрывает один и тот же человек, причем с отрывом, то интерес к спорту теряется. Думаю, в какой-то степени это уже произошло у женщин, потому что была Марит Бьорген, а за ней – пропасть. Теперь на дистанции есть одна Терезая Хаук, а дальше – пропасть. У мужчин конкуренция гораздо выше. Вильбе отмечает, что спринтов в графике Кубка Мира стало больше, а это на руку Клэба. Слышала, кто-то писал, будто календарь сделали под Юханниса Клэба. Много спринта, много коротких дистанций. Но я бы не стала говорить так категорично. Не верю, что Международная Федерация Лыжного Спорта, Фейс, будет что-то делать под одного спортсмена, говорит Вильбе, подчеркивая, что Хаук изобилие спринтов никак не обрадует. Решает Русским и Федерацией Лыжного Спорта Эксперт ТВ-2 по лыжным гонкам Петтер Шинстадт. Петтер Скинстадт считает, что задача ФИС и ее конкурентов – делать лыжные гонки зрелищными. Что-то я не слышал, чтобы доминирование Усэна Болта, Усэйн Болт, Майкла Фелпса, Мичель Паупс, Микаэла Шифрин, Микаэла Шифрин, Марселя Хершера, Марчел Эрщер, или Леонеля Месси, Леонель Месси, как-то отпугнуло зрителей. Выдающиеся атлеты встречаются во всех видах спорта. Но я никогда не считал, что их превосходство как-то подрывает популярность того или иного спорта, если только на этом не зацикливаться. Но многие, я заметил, видят в этом проблему, дескать, скучно смотреть. Это нехорошо. Тогда надо обсуждать выбор трансляций, комментаторскую работу и время эфира. Яха Укджи не станет бежать медленнее, рассуждает Шинстадт, что русские предпочитают мужские лыжи. Это неудивительно, говорит он. Русские лыжники сильны в дистанционных гонках, а три их ведущих лыжницы в декрете. Тут-то и надо искать причину. Русские предпочтут смотреть Устюгова и Большунова, ведь они ведут борьбу за победу. Вот вам и расстановка приоритетов. Вот, например, швейцарцы охотнее показывают Дарю Клонью, Даря Челагна, рассуждает он. Шинстадт согласен с Вильбе, что нынешний Кубок Мира совсем не рассчитан на Яха Ук. Яха Ук настолько сильна, что это приводит к некоторым трудностям. Она сама не виновата, но Физ хочет сделать турнир более ровным и увлекательным. Вильбе стоит сосредоточиться на собственной команде, ведь Яха Ук этот календарь совсем не подходит. Наоборот, он рассчитан на напряженную борьбу. И больше подходит спортсменкам вроде Стины Нильсон, Стины Нильсон, Джессики Диггинс, Есичи Диггинс, Натальи Непряевой, Ингвильд Флюкстад Эстберг, Ингвильд Флюкстад Эстберг и Хейди Венг, Эйди Венг. Я бы все равно поставил на Яха Ук, но отрыв будет гораздо меньше, прогнозирует Шинстад. Не побежит медленнее и не будет меньше тренироваться тренера Яха Ук Йорна Эрнста. Йорна Эрнст расстраивает, что российское телевидение отдаст приоритет мужчинам из-за доминирования Терезы. Ведь Тереза работает вовсю и выкладывается на полную катушку. Другие тоже должны стараться. Тереза ведь не побежит медленнее и не станет меньше тренироваться. Жаль, если русский канал не покажет женские гонки, но не думаю, что виновата в этом Тереза, говорит Эрнст. Перед началом сезона Эрнст выступил с предостережением для соперников, этаким упреждающим выстрелом. Все тесты показывают, что выступит она точно не хуже, чем в прошлом году. Она в отличной форме. Лето и осень сложились для Терезы удачно. Все прошло очень гладко. Никаких болезней и других проблем. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.